Здравствуйте, я Павел Юрасов, это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Они талантливы, амбициозны и уже генерируют идеи, которые обсуждают на самом высоком уровне. Главные темы разговора с руководителем региона. Всего в сезоне 2021 года конкурса «Большая перемена» у Тамбовской области приняли участие около 23 тысяч школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. Победителями из них стали 9 человек и получили суммы до 1 миллиона рублей. Каким видят тамбовчане свой город в канун самого волшебного праздника? Творческие ответы жителей дома номер 63-Б по улице Рылеева в репортаже Яны Ильиной. Особая гордость жителей этого двора – вот такие вот прекрасные тигры. Символы года. Жители делали их своими руками. И на создание фигур ушло почти двое суток. Дед Мороз, Снегурочка и новогодний елка-мобиль. Чем они порадовали детей и какой была их реакция, расскажет Дмитрий Шапкин. Сегодня к детям из социального приюта Орешек прибыл Дед Мороз и привез новогодние подарки. Вот такие замечательные символы года. Тигрята, а внутри них сладкие подарки. Избушка Деда Мороза приняла своих первых гостей. График работы резиденции уточняла Марина Корякина. Ну, а я воспользовалась своим служебным положением и тоже загадала желание. Какое, конечно, не расскажу, а то не сбудется. Они талантливы и амбициозны. В своем юном возрасте они уже генерируют идеи, которые обсуждают на самом высоком уровне. Победители и представители региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена» сегодня встретились с главой области Максимом Егоровым. Главные темы разговора ребят с руководителем региона в сюжете нашей съемочной группы. Всего в сезоне 2021 года конкурса «Большая перемена» у Тамбовской области приняли участие около 23 тысяч школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. Победителями из них стали 9 человек и получили суммы до 1 миллиона рублей. Ребята, с которыми сегодня встретился глава региона, преодолели дистанционные этапы, презентовали собственные проекты, побывали в Ярославле на полуфинале конкурса, а после стали финалистами. Анастасия Семенкова – будущий педагог. Девушка уже получает профильное образование в колледже. В этом сезоне студенты получили право участия в конкурсе и сразу такой успех. Настя разрабатывала свой проект по направлению образования. Существует целевое направление в обучении, но оно не очень эффективно. И мы решили, чтобы придумали стопроцентную гарантию трудоустройства, чтобы в колледжах были привязаны свои какие-то учреждения. Например, вот я педагог, и чтобы, например, в педагогическом колледже были школы, и я уже с уверенностью знала, что я пойду работать тут и школу. Настя выиграла 1 миллион рублей, которые решила направить на собственное образование. Кто-то из ребят еще не определился, куда потратить такой капитал. Кто-то думает о приобретении жилья или собственном деле. В диалоге с главой региона участники «Большой перемены» предложили Максиму Егорову принять участие в проекте в качестве наставника. Руководитель области идею поддержал. Не только я, но и все заместители. Отдельно мы это сделаем. А может быть, потом еще и расширим. А может быть, сделать наставочными какими-то группами ребятишек по направлению. То есть, кто, например, хочет заниматься экологией. Заместитель, который отвечает за экологию, может, например, группу наставничества возглавить и разрабатывать с ребятами какие-то экологические проекты. Во встрече приняли участие три десятка человек. Ребята поделились с главой региона проблемами сложности принятия решений, обсудили принципы командообразования, делились собственными идеями и проектами. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. В праздничные дни в поликлиниках региона можно будет сделать прививку от коронавируса. О том, как медучреждения будут работать в новогодние выходные, рассказали в Облздраве. Так службы, оказывающие неотложную медицинскую помощь, перейдут на усиленный режим работы. Стационары будут оказывать плановую помощь так же, как и в будни, круглосуточно. В поликлиниках ежедневно с 8 утра до 3 дня будут работать дежурные бригады. А 3-6 января в этих медучреждениях будут принимать и специалисты. Пункты вакцинации будут работать ежедневно. Что касается каких-то неотложных состояний, я уже сказала, это тоже можно будет сделать ежедневно. А 3-6 января можно будет пройти и профилактические осмотры, и диспансеризацию, и плановый осмотр у доктора. Медики напоминают, что в условиях распространения коронавируса важно проявлять сознательность и при первых же симптомах болезни обращаться за помощью к специалистам. Отмечу, что ПЦР-лаборатории регионов праздники будут работать ежедневно в две смены. Не минуты свободного времени. Их работа связана со спасением человеческих жизней. Сегодня медики, работающие с людьми, больными COVID-19, получили подарки к Новому году от Управления социальной защиты региона. Дарить подарки сотрудники Управления социальной защиты Тамбовской области начали уже 22 декабря. Сегодня Дед Мороз и Снегурочка скрасили трудовые будни врачей, рабочий день которых нередко заканчивается лишь под утро. Для детей сотрудников, работающих с больными COVID-19, в подарок приехали сладости. Режим работы достаточно жесткий. То есть люди по две недели иногда не видят семью. И поэтому хотелось пожелать им, чтобы в этом Новом году они побольше времени могли уделиться семье, ну и подарить подарки детям. Это именно тот случай, когда времени на себя и свою семью практически не остается. А потому такие акции очень важны. В целом сегодня подарки получили порядка 450 сотрудников медиков. Каким видят жители Тамбова свой город в канун самого волшебного праздника? На этот вопрос творчески ответили жители дома номер 63-Б по улице Рылеева областного центра. В этом году они традиционно приняли участие в конкурсе на самое яркое, праздничное и волшебное украшение своего двора. Все подробности у Яны Ильиной. Конкурс «Мой новогодний город» стартовал еще 7 декабря. Суть проста – своими силами украсить свой двор так, чтобы невольно захотелось подойти поближе и рассмотреть всю красоту. Этот двор на Рылеева вот таким образом украшают вот уже 10 лет. В конкурсе участвуют уже четвертый раз, а однажды даже заняли первое место. Конечно, творчеством занимаются в основном жильцы-активисты. Потому что когда много народу, не получается ничего. Ну, по крайней мере, все относятся очень хорошо. Уже месяц стоит, никто не ломает, никто ничего не трогает. Все с пониманием, с радостью. Нам больше ничего и не надо. На фотосессию к сказочным персонажам идут со всей округи, признаются местные жители. Однако в этом году людей привлекает не елка и не празднично горящие огоньки. Особая гордость жителей этого двора – вот такие вот прекрасные тигры. Символы года. Жители делали их своими руками. И на создание фигур ушло почти двое суток. Помимо конкурса «Мой новогодний город» параллельно проходит еще несколько. Это новогодний подъезд, новогодняя игрушка, а еще салют тамбов – конкурс видеопоздравлений, в котором участие может принять любой желающий. На сегодняшний день более 100 заявок. Но хотелось бы отметить, что еще по 12 января заявки конкурсную комиссию принимаются. Поэтому приглашаем всех жителей и управляющих компаний принять активное участие и сделать наш город самым чистым, красивым, самым благоустроенным. Подать заявку на участие можно в Управлении по связям с общественностью города Тамбова по адресу Советская, 182. По вопросам, касающимся конкурса, можно обратиться по телефону 48 15 76. Яна Ильина, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей. Плетеные снеговики, Баба Яга и Тигр из Папье-Маше в Управлении по связям с общественностью города начали оценивать работы участников конкурса «Мой новогодний город» в номинации «Новогодняя игрушка». В этот раз участниками ежегодного творческого состязания стали около ста тамбовчан. Жюри будет оценивать художественный замысел автора и качество исполнения. Большую роль играет и возраст мастера елочного украшения. Цель, конечно, развить интерес детей. Цель – сплотить семьи. Ведь они целыми семьями готовятся к этому конкурсу и делают эти игрушки. И мамы, и папы помогают, и бабушки. Это вот такое семейное активное творчество. И мы привлекаем к украшению города и к развитию творчества детей и целых семей. Украшения, которые были выполнены из прочных материалов, которые пригодны к использованию в уличных условиях, развесят на елках Тамбова. Имена победителей конкурса «Мой новогодний город» назовут в конце января. Дед Мороз и Снегурочка в новогоднем елкомобиле сегодня прибыли в социальный приют «Орешек». Они привезли долгожданные подарки, которые передали из областного управления соцзащиты. Чем порадовали детей и какой была их реакция, расскажет Дмитрий Шапкин. Карету Деда Мороза и Снегурочки здесь с нетерпением ждали с раннего утра. Как только машина останавливается и появляются новогодние персонажи, тут же вносят подарки. Всего их 40, каждый сюрпризом. Сегодня к детям из социального приюта «Орешек» прибыл Дед Мороз и привез новогодние подарки. Вот такие замечательные символы года. Тигрята, а внутри них сладкие подарки. Дети к появлению новогодних персонажей хорошо подготовились и порадовали Деда Мороза и Снегурочку любимыми стихотворениями. Шуба, шакру, луповички, на носу сидят синички, борода и красный нос – это Дедушка Мороз. Сейчас в социальном приюте 38 детей. Каждый получил новогоднюю игрушку и вкусный шоколад в придачу. Понравилось, потому что год тигра. Хороший год, мне нравится этот год. Вообще нравятся животные, конфет много, хороших, все вкусные все, и мне подарок понравился. Эту акцию Управление соцзащиты и семейной политики области проводит ежегодно. Ее организаторы признаются – дарить детям из приютов внимания и подарки – особая миссия. Ощущения достаточно сложные, потому что, несмотря на то, что на праздники, и о ребятах заботятся, учат их, стараются разнообразить их жизнь. Тем не менее, хотелось бы, чтобы пребывание в этом заведении для них было как можно более коротным, для того, чтобы они могли восстановиться с семьей. Ну а мы со стороны Управления соцзащиты прикладываем этому максимальное усилие. Через несколько дней в канун Нового года каждый из этих ребят загадает желание под бой курантов. Ну а елка-мобиль в эти предпраздничные дни успеет объехать немало соцучреждений и привезет детям и взрослым новогоднее настроение и долгожданные подарки. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей. 1 января по инициативе Максима Егорова Тамбовская область впервые присоединится к международной новогодней акции «Забег обещаний». Это открытый праздничный забег для всех, кто хочет двигаться к мечте. Руководитель региона пригласил к участию всех тамбовчан. Каждый желающий может зарегистрироваться на сайте забега, получить номер, написать на нем любое обещание и пробежать 2022 метра по набережной. Скорость и время преодоление дистанции в этом забеге не имеют значения. Главное – получить хорошие эмоции и заряд мотивации на Новый год. Люди пишут на стартовых номерах желания и цели и пробегают символическую дистанцию. Но можно просто идти пешком. Старт акции будет дан в 12.00 на площади Музыки. Участники побегут до кислородной станции и обратно к памятнику Сергея Рахманинова. Сейчас на сайте забега идет активная регистрация участников. Всего в этом году в акции участвуют 30 регионов страны. Перед Новым годом по всей стране запустили благотворительную акцию «Елка желаний». Не осталось в стороне Тамбовское областное управление МВД и выполнило мечту юного тамбовчанина. Счастливчиком стал шестиклассник Артем Сорокин. Мальчик мечтал побывать в экспертно-криминалистическом центре УМВД и посмотреть, как работают его сотрудники. Для школьника провели экскурсию по центру, ему показали изъятое оружие, как проводится баллистическая экспертиза, как проверяют отпечатки пальцев. Кроме того, Артему дали попробовать оставить фоторобот на компьютере. Надеемся, что ему это очень понравилось, и он в будущем в своем свяжет свою жизнь, уже взрослую жизнь, с нашим подразделением, с экспертами. Сегодня сбылась моя заветная мечта. Я увидел, как работают эксперты, и остался очень доволен. На прощание начальник центра Сергей Ифанов поздравил мальчика и его семью с предстоящими праздниками. Артем ушел домой с новогодним настроением и сладким подарком. Представители партии «Единая Россия» тоже принимают активное участие в новогодних поздравительных акциях. Накануне самого важного праздника в году депутат Мичуринского городского совета Александр Хизов навестил семью Поповых из Мичуринска. С семьей Поповых Александр Хизов познакомился еще год назад. В канун 2021 года депутат снял письмо с елки желаний. Оно было именно от мичуринского четвероклассника Ромы Попова. Как выяснилось позже, это было единственное письмо, в котором не просили игрушек, единственная просьба мальчика к Деду Морозу сделать так, чтобы никто не болел. Александр Хизов рассказывает, письмо глубоко запало в душу. Он познакомился поближе с Романом и его семьей и, конечно, вручил школьнику подарки. В этом году депутат продолжил начатую им же традицию и вновь навестил Поповых. Они к нам официально не обращались, но мы своих не бросаем. Любой человек, который к нам единственной обратился, мы постоянно с ним поддерживаем связь. В этом году мы решили сделать ему сюрприз. Мы ему не сказали, что мы приедем, письмо он никакое не писал. Вот решили сами ему сделать такой подарок. Рома, который учится уже в пятом классе, вновь не просил подарков. Однако Александр Хизов приехал не с пустыми руками. Он подарил мальчику сладости и мобильный телефон. Одно из увлечений Романа Попова – рисование, а потому депутат предложил помощь с устройством мальчиков в художественную школу, чтобы тот смог развивать свой талант. На площади Ленина первых гостей успела принять избушка Деда Мороза. Так называемая новогодняя поляна ежегодно открывалась возле дворца спорта «Кристалл». Но в этот раз она переехала ближе к главной елке Тамбова. График работы резиденции и Деда Мороза уточняла наш корреспондент Марина Корякина. Так приветствует гостей своей резиденции Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой. Место для комфортных и радостных встреч с главным волшебником зимы для тамбовчан оборудовала администрация города. Хозяин этого терема хоть и мороз, но посетителям дрожать от холода здесь точно не придется. Избушку оборудовали специально для встречи всех гостей и жителей нашего славного города, особенно для их маленьких жителей. А избушка оборудована, утеплена, украшена. Здесь даже имеется инсталляция камина. Отапливается она с двух сторон. С одной стороны, с другой стороны установлены теплопушки. То есть в избушке очень комфортно находиться, даже немножечко иногда бывает жарковато. Впрочем, мерзнуть и скучать не придется и в ожидании самой встречи Дед Морозовских визитеров на площади Ленина в праздничном ритме танца закружит кошка и символ наступающего года – тигруля. А после развлечений можно и на прием к кудеснику. Главное – правильно сформулировать желание. Ребята, расскажите, пожалуйста, что будете просить у Деда Мороза? Я хочу подарок. Подарок. А решила уже какой? Да. Ку-ку-ку. 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 А ты какой хочешь подарок? А я буду массу. Опять кошечки. Попросишь у Деда Мороза, да? В другую сторону кошечка. В другую сторону. Мама, мама, какой подарок к себе загадает? Самый главный подарок для здоровой детки. Ну, а я воспользовалась своим служебным положением и тоже загадала желание. Какое, конечно, не расскажу, а то не сбудется. Друзья, всех с наступающим! Избушка будет работать до 30 декабря. После небольшого перерыва дом Деда Мороза снова продолжит принимать гостей. Со 2 по 9 января график работы кудесника не изменится. Всех, кто верит в чудо. Здесь ждут с 17.30 до 18.30 вечера. Марина Горекина, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова